МИХАИЛ АНТОНЧИК МИХАИЛ АНТОНЧИК МИХАИЛ АНТОНЧИК Тренер нейролингвистического программирования. С 2006 года проводит открытые обучающие семинары и авторские тренинги. Консультирует первых лиц компаний. Оказывает психологическую помощь. Игорь из Владимира нам описывает следующую ситуацию. Меня назначили неформальным лидером небольшой рабочей группы. Я занимаю эту должность, что и коллеги, но отвечаю за результаты работы. Вроде все хорошо и получается, но есть один сотрудник, который либо не выполняет мои поручения, либо делает их не вовремя. Я чувствую какую-то беспомощность по отношению к нему и уже сомневаюсь в своих лидерских качествах. Подскажите, что Игорю в этой ситуации делать? Самое главное, что нужно делать на этом этапе, это демонстрировать профессионализм как в знании той деятельности, которой они занимаются, так и в знании того, как нужно управлять коллективом. И даже формально назначенные лидеры лучше всего добиваются отклика в коллективе, когда демонстрируют то, что демонстрируют неформальные лидеры. Ну, то есть люди, которых начинают признавать лидерами. А признавать начинают лидерами людей, которые, а, демонстрируют своим поведением и, ну, в принципе, даже где-то в разговоре с группой, интересы, свои интересы, направленные на интересы группы. То есть что его беспокоит и волнует какие-то задачи или проблемы участников группы. Это очень важный момент. Неформальным лидером всегда считают человека, который решает больше, чем свои задачи. То есть не только свои задачи, он помогает. И в этом плане, кстати, один из хороших моментов для того, чтобы исправить подобную ситуацию, как Игорь описывает, это воспользоваться моментом, когда тот окажется в затруднительной ситуации, и помочь ему. Потому что это начинает менять восприятие. Человек понимает, что он где-то даже может быть обязан, но и с другой стороны он понимает, что к нему относятся позитивно, что за все его вот эти вот несогласия и так далее на него не оскаливаются, а все равно при этом пытаются помочь. То есть и это опять будет сравнить поведению реального такого неформального лидера. А как не терять уверенности в себе в такой ситуации? Здесь невозможно прям дать какой-то рецепт, что нужно делать, сидеть, медитировать или использовать какие-то техники НЛП. Нужно просто понимать свою ответственность. И понимать, что в конце концов, если ты будешь гнуть свою линию до конца, то ты все равно выиграешь. Потому что у тебя созидательная позиция, а у этого человека не совсем созидательный. Он где-то там пытается сопротивляться, что-то делать по-своему. И в любом случае, если он сопротивляется и делает по-своему, когда вы даете правильные задачи и указания, то его деятельность будет разрушать где-то работу системы. А ваша деятельность, наоборот, будет настраивать работу системы. И поэтому просто выдержкой своей, ну и пониманием того, что вот вы действительно, ну в конце концов победите, если можно так сказать. И это позволяет не терять вот этой вот уверенности в себе. А наоборот, как нос не задрать от важности такой? А нос вот не задрать, точно так же очень просто. Надо просто понимать, что если ты начнешь нос задирать, ну или грубо говоря, там пользоваться тем, что тебя обозначили как лидера, то ты начинаешь проигрывать всего лишь простым пониманием. То есть ты здесь сразу же начинаешь проигрывать, если ты демонстрируешь именно то, что у тебя позиция такая. Лидер – это не человек, которому там дали какую-то власть. Лидер – это человек, который продемонстрировал, что он способен с помощью своей работы и своих действий организовать работу компании отдельно взятых людей и в правильном направлении их вести. Центр «Русская НЛП» во Владимире. www.vladnlp.ru Телефон – 915-755-57-58. Вопросы, в которых вам нужна психологическая помощь, присылайте по адресу вопросsobaka.vladnlp.ru и, возможно, именно вашу ситуацию мы рассмотрим в следующем выпуске проекта «Разумный подход». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова